Так, ну давайте тогда начнем. Прежде всего, большое спасибо, что дали мне возможность выступить с этим докладом по вот этой вот тематике, которая показана на экране. И я бы хотел бы сегодня обсудить с вами так называемую стандартную модель солнечной вспышки, то, как она выглядит сейчас. Стандартная в скобочках написано, ну сейчас, я думаю, будет видно почему, потому что такой как бы термин специфический. Так, ну давайте я кратко по поводу, очень быстро по поводу структуры доклада. Вот о чем я буду рассказывать, о чем я не буду рассказывать, потому что на самом деле тематика большая. Понятно, что вспышками люди активно занимаются уже как минимум полстолетия с развитием в основном, конечно, наверное, в первую очередь космических наблюдений. Хотя до этого активно на Земле все это происходило, но все-таки всплеск всей этой науки, наверное, все-таки происходил уже после того, как были запущены космические аппараты. Стали наблюдать в жестких диапазонах спектра. Ну, соответственно, вот немножко поговорим о терминологии, озвучим сценарий этой модели, потом обсудим связь вспышки коронального выброса, потому что это представляется важным. Покажем несколько примеров моделирования, МГД моделирования численного. Немножко затронем вопрос о механизмах пульсаций, которые нужно, на наш взгляд, встраивать вот в этот стандартный модель, который в явном виде сейчас там не присутствует, а хотя часто наблюдается. Ну и в конце немножко поговорим о оценках максимальной энергии солнечных вспышек, которые вот получаются в рамках именно стандартной модели. То есть можно там как-то по-другому делать, но вот мы про стандартные модели делается. О чем, наверное, практически не будем говорить, это вот непосредственно о деталях самого механизма магнитного пересоединения, о различных неустойчивостях, которые приводят к выбросу вспышки и тому же самому магнитному пересоединению в токовом слое. Также практически не будем ничего говорить про кинетику излучения горячих ускоренных частиц, потому что это отдельная глубокая тема. Ну и тоже практически не будем касаться связи с солнечными космическими лучами, хотя кратко, конечно, затронем вопрос о том, как могут частицы ускоряться, только очень коротко. Ну, соответственно, вот что такое солнечная вспышка? Ну, я думаю, что все вы это знаете не хуже меня, но вот в целом вспышкой, под вспышкой подразумевается относительно быстрый процесс трансформации магнитной энергии. Вот важно подчеркнуть, что в последнее время все свободные магнитные энергии. Этот термин я дальше разъясню. Вот в объеме примерно до 10-33 эргов, ну или 10-25 джоулев для Солнца, которая, то есть энергия выделяется на быстром масштабе времени порядка минут, десятков минут, а запасается она в активной области долго, порядка часов или суток. Вот. Соответственно, вот свободная магнитная энергия во время вспышки трансформируется в различные другие виды или каналы энергии, в частности, вот в кинетическую энергию тепловой плазмы, которая может нагреваться непосредственно в током слое, там, до нескольких десятков мегакельвинов. А потом в кинетическую энергию уже нетепловых частиц с нетепловыми спектрами, которые ускоряются до релятивистских энергий. Вот считается, что электроны обычно где-то максимально ускоряются, а протоны в самых мощных вспышках до десятков ГЭФ. Соответственно, вот также вся эта энергия горячей плазмы ускоренных чисел, она сбрасывается в виде электромагнитного излучения в широчайшем спектре от длинных радиоволн до гамма-лучей. Ну и также много энергии тратится на такие крупномасштабные кинетические движения плазмы в виде крупномасштабных выбросов, короналитических выбросов массы, различных крупномасштабных течений, осцилляций и волн во вспышенной области. Соответственно, вот здесь вот слева показан рисунок. Я не знаю, видно там хорошо или нет. Это здесь вот показано по оси Х время от нуля до 30 минут, а по вертикали показана интенсивность излучения в разных диапазонах. Вот радиодиапазон, H-альфа, ультрафиолет, мягкий рентген, жесткий рентген, гамма-лучи и энергичные частицы в межплоэтной среде. Ну вот еще наверху показана такая типичная характерная радиоспектрограмма в дециметровом-метровом диапазоне, то есть это сотни мегагерц, где показаны вот типичные радиосплески. Вот, собственно, я просто очень коротко скажу, что вот у нас вспышка, вот это вот такой вот всплеск, то есть, да, ладно, надо сказать о том, что перед вспышкой часто мы наблюдаем так называемые предвестники или прекурсоры вспышек. Это такое как бы небольшое поярчение, локализованное в активной области в разных диапазонах, в основном не жестких, в жестком рентгене в гамма-излучении в это нет, а в основном мягкий рентген ультрафиолет, H-альфа. Вот, потом у нас идет импульсная фаза, такая как бы взрывная фаза, когда у нас как раз происходит эффективное ускорение частиц, и вот они начинают взаимодействовать с плазмой и спускать жесткий рентген, микроволны, гамма-излучение. После этого вот у нас идет нагрев плазмы, довольно-таки таким вот быстрым образом до максимума, который наблюдается уже после пика жесткого рентгена или гамма-излучения. И идет вот такой долгий-долгий спад излучения, связанный уже как бы с процессами термализации, высвечивания плазмы разогретой, с динамикой плазмы непосредственно уже во вспышечных петлях. Вот, здесь вот эта вот старая картинка, которая была в 85-м году, в принципе она не сильно, как бы в наблюдениях она поменялась, но вот добавился здесь вот красненьким, добавлен еще такой длительный гамма-хвост, хвост-гамма-излучение. Поскольку вот в начале 90-х годов и вот сейчас вот уже после 2010-2009 года с запуском ферми было обнаружено, что вот во многих мощных вспышках есть очень длительное гамма-излучение, которое может длиться несколько часов после импульсной фазы. Вот, но оно далеко не во всех вспышках, по всей видимости, бывает, но вот в некоторых бывает. Это как бы одна из таких тематик, которая сейчас изучается. Собственно, вот эта вот есть как бы вспышка, если на нее просто смотреть без пространственного разрешения. То есть это просто у нас, если есть детекторы, которые ловят просто в разных диапазонах весь поток от Солнца, и вот на фоне всего излучения Солнца мы видим вот такие вот всплески. Собственно, вот я сейчас перехожу непосредственно к тематике доклада к стандартной модели вспышки. Но сначала я все-таки как бы покажу вот стандартную модель вспышки в общей форме или в общем виде, а дальше я ее уточню, что я подразумеваю под стандартной моделью. То есть вот как бы просто, если говорить как бы вот в самом общем смысле стандартной модели, или это такой как бы большой термин, который, ну можно так считать, зонтичным термином, который покрывает все. То есть вот суть сводится к тому, что у нас вот есть в короне токовый слой, в токовом слое в какой-то момент происходит пересоединение. Здесь вот нагревается плазма, ускаляются частицы, частицы и тепловые фронты бегут вниз к хромосфере, вырезаются в плотную, ну бегут почти бестолкновительно по разреженной короне плазмы в короне, потом в хромосфере, где на нескольких порядках концентрацию больше, чем в короне, частицы вырезаются. Это так называемая толстая, ну часто описывается процесс в рамках модели толстой мишени, когда частицы прямо вот сразу на своей длине пробегают, теряют всю энергию. И тут же они как бы очень сильно разогревают локально плазму, вот таких вот маленьких локализованных подножиях, корональных петель. И эта плазма начинает, ну она перегрета, у нее сильное большое давление, она начинает истекать вверх, потом заполняете петли. Эти петли начинают светить в мягком рентгене. Ну в мягком рентгене, потом в ультрафиолете, и потом этот процесс затухает, охлаждается, потом в ашальфе и так далее. И вот эта модель, она абсолютно в общем смысле, то есть она применима вот в таком виде, не обязательно к петлевой структуре. Она применима практически к любой конфигурации магнитного поля в активной области, где вот в принципе может сформироваться х-точка, который потом трансформируется в токовый слой. То есть это может произойти в случае диполя, триполя, квадруполя и больших мультиполей, когда у нас более сложная конфигурация. Главное нам просто вот, чтобы так сложилось, чтобы сформировался токовый слой. Это вот принципиальный момент для вспышек. И собственно вот то, что буду дальше обсуждать я, буду вот обсуждать... А, ну давайте сейчас еще я просто покажу. Вот очень красивое наблюдение, которое опубликовано было в Nature. По всей видимости, одно из самых детально наблюдаемых процессов пересоединения в Короне, во вспышке. Ну может быть вот то, что Мария Михайловна сегодня озвучила, может быть там более детально еще сейчас новые данные. То есть это вот был 13-й год, соответственно 10 лет прошло, может быть сейчас что-то новое там обнаружили. Я еще пока не глядел эту статью. Но вот здесь вот на самом деле у нас не дипольная конфигурация, а квадрупольная конфигурация. И суть сводится к тому, что у нас вот возникла область в Короне над ультрафиолетными петлями, куда начали втекать потоки плазмы, и при этом стал формироваться надпетлевой коронально-рентгенский источник. Ну это так называемый источник типа Масуда, который был обнаружен японцами в 1994 году с помощью ЙОКО. Вот. И собственно, вот что можно видеть, что вот здесь вот, посмотрите, вот красным показано рентгенское излучение от 4 до 10 кВт, а синим показано излучение от 10 до 20 кВт, то есть более энергичное. И вот видно, что более энергичное излучение, оно находится вот выше и ниже точки, которые напоминают вот X-точку. И вот здесь вот как раз вот были втекающие потоки плазмы и истекающие потоки плазмы. Вот. Это в этой работе все показано, исследовалось. И собственно вот это было такое очень хорошее доказательство. То есть вот втекали холодные потоки вот в эту точку, вот в эту вот область, а вытекали горячими. То есть вот втекали они со скоростями там порядка 10 км в секунду, там 10-50, а вытекали со скоростями несколько сотен кВт в секунду. То есть вот как бы потоки приобрели энергию. И вот был посчитан так называемый такой параметр темп магнитного пересоединения. То есть в каком-то виде вот часто его, ну как бы это вообще-то магнитное число маха, альфеновское число маха, то есть как бы отношение скорости входящего потока и альфеновской скорости области пересоединения. Ну вот получено такое значение, вот где-то вот 0,05, 0,5. То есть это, в принципе, вот как раз такие значения, они характерны для солнечных вспышек. Ну давайте так, теперь вот я как раз перехожу непосредственно к стандартной модели, вот о которой буду говорить я. И это вот как бы специфическая конфигурация магнитного поля и специфическая, вообще подразумевает под собой специфический сценарий развития вспышки. Во-первых, вот надо сказать, вот эта стандартная модель, она еще называется иногда сокращенно CSHKP, модель эруктивной двухленточной вспышки. и название ее по первым буквам, фамилии, пяти таких как бы основоположников, людей, которые внесли как бы такой основополагающий вклад в развитие этой модели, а после этого эту модель уже дополняли, развивали уже множество людей, уже перестали добавлять буквы и фамилии. Соответственно, вот эта модель, она подразумевает, ну грубо говоря, исключительно дипольную конфигурацию магнитного поля. Когда у нас есть именно вот одна петля или как бы аркады петель, диполь, не там триполь, квадруполь, тогда уже нельзя называть таким термином, это тогда можно назвать уже той более обобщенной моделью. Вот, то есть дальше важность этой модели заключается в том, что она объясняет, помимо прочего всего, она объясняет непосредственно связь вспышки и коронального выброса массы, что другие модели часто не объясняют и как бы даже и не стараются объяснить. А вот здесь оно естественным образом связано между собой вспышкой и корональный выброса массы. И вот я сразу должен сказать, что вот эта модель, хоть она и называется стандартной моделью солнечных вспышек, она на данный момент, она еще не завершена. То есть ее разработка не завершена. Она как бы создана кусочно и описывает процессы не самосогласованно. У нас как бы нету полного набора всех уравнений, которые мы как бы решаем самосогласованно при заданной конфигурации и получаем все, все, что мы хотим. Вот сейчас я просто коротко скажу, я не буду сильно вдаваться в математику этого дела. То есть вот суть сводится к чему? Почему полной модели пока нет? Потому что вспышка – процесс, происходящий на очень большом разбросе масштабов пространственных. Ну и как бы и временных тоже. То есть как бы вот в области пересоединения, допустим, в диффузионной области, у нас масштабы, ну, условно, сантиметры-метры, а вот вся вспышка, весь вспышный объем – это мегаметры. То есть там разброс, ну, 8 порядков, 10 порядков. Соответственно, вот поэтому как бы есть кусок вспышки, ой, кусок модели, который отвечает за вот глобальную структуру, глобальное развитие активной области, все вспышки в комплексе. Обычно используют МГД приближение, МГД уравнение. Ну, иногда добавляют еще там радиационный перенос. Хотя для короны это не так важно, потому что плазма оптически тонкая. То есть добавляют, если хотят смотреть, что происходит в хромосфере. Вот, соответственно, вот, если хотят… Ну, и здесь вот система уравнений, выписано вот первые 4 уравнения сверху, там, стандартные магниты гидродинамики с учетом теплопроводности. Соответственно, вот, если мы говорим о динамике плазмы уже в петлях, то часто используют подход просто гидродинамики с традиционным переносом, когда хотят вот как раз, ну, аккуратно считать динамику плазмы непосредственно вдоль петли. Так, по сути, обычно это одномерный расчет, потому что, как бы, плазма замагничена, течет по петле. И, в принципе, этого достаточно. И, соответственно, вот, дальше отдельный кусок, блок этой модели – это ускорение частиц. Соответственно, вот, непосредственно, как бы, самосогласованного как раз вот вычисления динамики плазмы и ускоренных частиц, его, по сути, не существует. Часто делают как? Часто делают МГД, ну, расчет, и вставляют туда тестовые частицы. И, как бы, вот смотрят результат. Но здесь минус этого дела сводится к тому, что мы знаем из наблюдений, что, вот, в мощных вспышках энергия в ускоренных частицах, она сопоставима с энергией тепловой плазмы, иногда даже больше. Поэтому, вообще-то, как бы, использовать подход тестовых частиц – это неправильно, потому что, вот, обратного влияния, как бы, частиц на плазму не получается, да, в таком подходе, что важно делать. Тогда, как бы, вот, иногда решают, как бы, вот, используют подход частиц в ячейках, но он, насколько я понимаю, работает только на, вот, реализуем пока что на очень маленьких масштабиках, которые не сопоставимы с масштабом всей вспышки. И они только используются для, вот, какого-то там тонкого, такого, как бы, специфического расчета, каких-то определенных там процессов, но не всей вспышки в общем. Вот. Ну, и еще, как бы, четвертый кусок – это когда, вот, уже мы просто сказали, все, вот, у нас есть ускоренная популяция ускоренных частиц, она впрыснута, вот, в некую конфигурацию магнитного поля, ну, обычно петлеобразную, и рассчитывается кинетическое уравнение для частиц. То есть, ну, обычно используется уравнение типа Фокера-Планка, куда заложено много разных там терминов, там, связанных там с диффузией, по энергии, по пич-углу, частицы испытывают кулонское рассеяние, рассеяние на магнитной турбулентности, на волнах плазменных. Вот. И еще добавлены члены, описывающие, там, жестко рентген, ну, учитывающие кулонские столкновения и тормозное излучение, плюс магнитотормозное излучение, ну, или гиросинхотронное, которое описывает радиоизлучение, обычно в микроволновом диапазоне. Вот. Собственно, и обычно вот работы по вспышкам, они чаще всего вот как бы показывают какой-то один из этих кусков. Вот в одной работе делается, допустим, МГД расчет, в другой работе только обычно делается там перенос частиц. Очень редко и очень малое количество работ, которые пытаются это все дело объединить, они буквально штучные, и они еще пока на таком уровне, как бы, по всеми еще далеком-далеком от того, что прям их непосредственно вот используют для споставления с конкретными вспышками. Вот. То есть это вот такое вот как бы грубое описание текущего состояния проблемы, текущего состояния развития этой модели. То есть это вот не такая как бы модель, как вот полностью завершенная, мы считаем, что мы все сделали, и как бы вот все, все здесь понятно, все закрыто, и дальше делать нечего. Нет, это не так. Ну, теперь я вот перейду, грубо говоря, к иллюстрации этой модели и демонстрации того, что, в принципе, она может объяснить. То есть вот здесь вот показано, допустим, на левом рисунке, что-то давайте просто, наверное, большинство из вас все рисунки видели, но просто я все-таки озвучу. То есть вот у нас здесь вот показано Солнце, белый шар. Вот здесь вот у нас показан магнитный, ну, это жгут или это протуберамец с филаментом. Вот он опутан силовыми линиями магнитного поля. Он испытывает какую-то неустойчивость, начинает подниматься вверх, в основном за счет силы Лоренца, которая на нее действует. Под ним силовые линии вытягиваются. За счет того, что магнитное поле вот из этой, вот, я прошу прощения, ну, допустим, вот из, слева и справа это одно и то же, просто как бы вот тут показано с торца, ну, как бы вид сбоку, а это вот как бы с другого боку, да, вот. Ну, можно представить геометрию. То есть вот здесь вот этот магнитный жгут, вот он показывает вот так вот. Здесь вот эта штука. Вот. Вот это вот как бы плазмоид. Вот, собственно, вытягиваются силовые линии и начинают сближаться. Они сближаются не из-за силы ампера, например, если можно так подумать. Они сближаются просто из-за того, что у нас вот в этой области была эвакуирована плазма и магнитное поле вот этим вот магнитным жгутом, который поднялся. И поэтому у нас здесь как бы такая как бы образовалась разреженная область, куда стали втекать, ну, втекать плазма с магнитным полем. Вот. И, собственно, вот как бы здесь должен сформироваться токовый слой в рамках этой модели, в котором произойдет пересоединение. Соответственно, вот здесь вот разогреется плазма локально, она начнет истекать вверх и вниз, сформирует наклонные медленные ударные волны, потом быструю вот стоячую ударную волну в области каспа, куда вот, где плазма врезается, вот уже расположенные ниже петли. В данных волнах предполагается, что может происходить, в частности, ускорение частиц. Это один из способов ускорения. Но непосредственно еще в самой области тоже происходит ускорение на электрическом поле индукционном, который здесь генерируется. Ну и, соответственно, частицы ускоренные летят вниз, формируют вот здесь вот жесткие рентгенские источники, вспышечные ленты, формируют хромосферные испарения, которые вот нагревают эти петли. Соответственно, вот давайте я просто тогда коротко перечислю, что эта модель, грубо говоря, может объяснить. Она, в принципе, объясняет наличие предвестников вспышек, потому что обычно это связывается с тем, чтобы нам надо сначала сформировать этот магнитный жгут каким-то медленным способом, и во время его формирования уже происходит небольшой эпизод пересоединения. И обычно вот они связываются с предвестниками. Эта модель описывает связь эрупции протуберанца и вспышки, но это вот как бы очевидно вот из этого рисунка. А сформирование филамента холодного. Я дальше покажу расчет численный, который это хорошо иллюстрирует. Потом наглядно эта модель описывает расхождение вспышечных лент вот от нейтральной линии. То есть вот они расходятся сюда вот и сюда во время вспышки. А потом, ну, то, что я уже сказал, описывает формирование горячих петель рентгеновских, рентгеновских каспов, каспообразных петель. Также она описывает так называемый процесс усыхания петель, то есть когда вот у нас петли вот сначала не растянутые, а потом они вот ужимаются, уменьшается их вертикальный размер. Это называется шринкач. Потом она описывает втекание, процесс втекания холодной плазмы и вытекания горячей плазмы, что действительно уже наблюдается в довольно-таки большом количестве событий с помощью, в частности, стектероскопии, но также и просто на видеоизображениях, ну, на видео. Потом эта модель может, в принципе, объяснить наличие вот надпетлевых источников жесткого рентгена. Также она описывает связь вспышки с различными всплесками радиоизлучения, ну, в частности, вот микроволновыми, и всплесками метрового диапазона, таким как радиосвлеск второго типа, четвертого типа, потому что вот как раз у нас есть связь с эрупцией, и возникает здесь вот ударная волна при эрупции, в окрест с которой как раз вот ускоряются электроны, и там формируется радиосвлеск второго типа, а четвертый тип – это когда частицы замкнуты вот это вот в плазмоиде. Потом модель может, как бы, справляется с объяснением диммингов. Диммингов – это когда у нас после того, как улетел выброс, у нас потемнение в ультрафиолетовом диапазоне в области вспышки, просто как бы у нас плазма унеслась вместе с выбросом, горячая плазма унеслась наверх. Вот. И, в принципе, это как бы двумерные эффекты, которые как бы в двумерной модели объясняются. Но на самом деле у нас вспышка – это трехмерный объект, и вот в последние годы развивается трехмерное моделирование, и начинают модели объяснять уже многие трехмерные модели, которые раньше просто особо не обсуждали, когда как бы численно не могли решать эти эти МГД-уравнения в трехмерном виде. А сейчас научились и как бы стали включать эти эффекты. То есть вот, ну, я просто озвучу некоторые. То есть вот часто наблюдается удлинение лент, то есть не расхождение перпендикулярной нейтральной линии, а удлинение вдоль нейтральной линии, обычно наблюдаемое в начале вспышки. Вот. Это как раз именно чисто трехмерный эффект, когда у нас пересоединение распространяется вот в плоскости перпендикулярной экрана, то есть вот вдоль арканы. То есть как бы раньше аналитически это как бы закладывалось, но сейчас это уже, в принципе, и численно объясняется, в частности, асимметричной эрупцией жгута. Вот. Дальше, ну, еще есть некоторые эффекты более тонкие. Там, например, сейчас стали за последние годы наблюдать, что во время вспышки на фотосфере растет тангенциальный компонент магнитного поля вот в окрестной нейтральной линии. Ну, вот одно из объяснений, связанное с тем, что просто у нас вот... Ладно, давайте я это позже скажу. Вот. Ну, и также еще есть эффекты такие, связанные с изменением параметров вертикального электрического тока на фотосфере во время вспышки. Тоже последние годы, поскольку появились новые наблюдения, довольно-таки неплохим временным пространственным разрешением, эти эффекты стали наблюдаться, и как раз они стали, ну, опять же, объясняться, интерпретироваться в рамках этой модели. Вот. Ну, давайте коротко по поводу сценария, всего сценария общего, который закладывается в эту модель. Что происходит? Отчасти я уже все это говорил. То есть сначала у нас копится магнитная энергия в активной области, свободная магнитная энергия. Накапливается она в виде появления, формирования структур с токами. Это арка с широм, магнитный жгут, протуберанец. Соответственно, в какой-то момент происходит неустойчивость этой структуры, и происходит эрупция процесса, то есть когда процесс быстро начинает с ускорением подниматься вертикально, ну, радиально. Ну, грубо говоря, радиально. Вот. Происходит вытягивание силовых линий, формируется стоковый слой, идет пересоединение истечения плазмы. Нагреваются частицы, ускоряются, а потом идет за счет теплопроводности и непосредственно высыпание частиц в подножие. Вот у нас идет нагрев хромосферной плазмы, появление вспышечных лент, жестких энергетических источников, дальше идет хромосферное испарение, появление энергетических петель, ну, и их остывание, и высвечивание уже будет в вакуумном утрофиолете, и в ашальфе, и в оптике. Вот. Вот. И этот процесс, на самом деле, как бы он может долго длиться и как бы повторяться. То есть вот у нас, как бы, поскольку все это растет в вертикальной плоскости, у нас постоянно все новые и новые, как бы, петли пересоединяются, вовлекаются в процесс, и этот процесс как бы растягивается. Из-за этого у нас длинный хвост рентгеновский. Ну, как бы, потихоньку это затухает, потому что у нас энергии на больших высотах все меньше и меньше магнитной. Вот. Поэтому, как бы, этот процесс идет на спар. Соответственно, вот, если говорить просто по поводу накопления свободной энергии, ну, что обычно происходит? Сначала вот идет, выходит магнитный поток из-под фотосферы. На фотосфере начинают происходить сдвиговые течения, шировые течения, вот такие вот, или скручивающие, когда пятна закручиваются. еще есть преподавательный процесс, сейчас я вам покажу, так называемое медленное пересоединение тетеркатинга. Вот. При этом формируется у нас непотенциальная структура арка с широм или жгут, и идет ее неустойчивость. Неустойчивость, вот я говорил, что я про них не буду рассказывать, я просто их упомяну. Их несколько. Вот самые распространенные, которые разрабатываются, это вот так называемая МГД-катастрофа, а потом изгибная тероидальная неустойчивость магнитного жгута. Вот их три, три основных на самом деле, наиболее часто обсуждаемых в литературе и симулированных. Так, вот, а, вот здесь я просто хотел показать для одной конкретной вспышки непосредственно наблюдение того, как накапливается магнитная энергия, свободная магнитная энергия. Вот, вот сейчас, если я смогу видео запустить, это вот показано развитие, появление активной области и развитие в течение трех суток. Прямо от момента, когда ее еще не было, до момента, когда произошла мощная вспышка и чуть-чуть позже. Сейчас вот, мне головную мышку. Так, сейчас вот. Вот, вот. Вот, я не знаю, можно ли было что-то уловить. Я сейчас, так, я просто нажимаю, она меня перекидывает. Ну, вот, давайте, вот. Это вот, это фотосфера. Это вертикальное магнитное поле на фотосфере, то есть BZ, ну, или B-радиальная компонента. Вот ничего нету. И вот, смотрите, появляются сгустки полей, и начинают, то есть они как бы увеличиваются в пространстве, начинают расходиться, и видны некоторые течения, как бы сдвиги этих вот магнитных структур. Соответственно, вот, что показано вот на этом вот рисунке справа. Вот на верхней панели, да, здесь по PX это время, здесь показано трое суток, трое суток, ну, то есть метка, это 12 часов по времени. Вот на верхней панели у нас показаны магнитные энергии, проинтегрированные вот по трехмерному кубу над вот этой нейтральной, вот над этой активной областью. То есть вот, блин, мышка, к сожалению, очень все время заедает. Вот звездочками показана энергия, полная энергия нелинейного бессилового поля. Я коротко очень скажу, наверное, все равно все вы знаете, но нелинейное бессиловое поле это приближение, в котором ток течет вдоль магнитного поля. Это вот для расчетов сейчас как бы одно из стандартных приближений, в которых содержится ток и содержится свободная энергия, связанная с током. Вот. А вот этими вот вот этими точечками показана полная энергия потенциального поля, в котором нету токов. То есть, соответственно, вот, грубо говоря, разница между вот энергией непотенциального поля энергии потенциального поля, это так называемая свободная магнитная энергия, стандартно считаемая. И вот мы что можем видеть, что у нас всегда непотенциальная энергия, она выше, чем потенциальная для активной области. Ну, это так и должно быть, потому что есть так называемая теорема о минимуме потенциальной энергии, говорящая о том, что при заданном граничном условии на радиальную компонент магнитного поля минимальная энергия вот в полупространстве над этой поверхностью, задаться только в потенциальном поле. Соответственно, в любом другом поле, в котором хотя бы сколько-то есть токов, энергии будет больше, чем в потенциальном. То есть, как бы, вот, и, соответственно, выделиться, если у нас только есть потенциальная энергия, выделиться нечему, как бы, уже минимум энергии. Поэтому вот, как бы, следующее приближение, нет, как бы, вот, нелинейное поле, которое более-менее разумно описывает наблюдаемую конфигурацию магнитного поля. И вот в нем мы видим, что оно больше потенциально, как и должно быть. Соответственно, вот здесь вот, на средней панели, да, и что мы видим? Вот мы видим, что когда область появляется, в самом начале у нас начинается, то есть они примерно здесь равны, потом начинается, как бы, вот, ну, небольшой рост этих двух энергий параллельно. Но вот растут они, растут сначала медленно, примерно на одни сутки, а потом идет быстрое-быстрое всплытие потоков и вот быстрое резкое увеличение свободной энергии. Вот. Но при этом, как бы, вспышки еще не, мощные вспышки еще не происходят. Это вот показано вот здесь вот слева. У нас на самом деле самая мощная вспышка произошла как раз вот здесь вот, в пике, в пике всех этих процессов. То есть вот здесь я показываю потоки, выход магнитных потоков. То есть вот мы видим, что в первые сутки у нас вот немножко магнитных потоков вышло, вот эта черная кривая, а потом идет такой взрывобазный всплеск выхода потока магнитного. И вот дальше еще идет какая-то болтанка небольшая и происходит мощнейшая вспышка. После этого у нас, ну, данная конкретная область, она начинает затухать. Она начинает затухать, там какие-то еще процессы происходят, но уже не такие мощные. И вот, что важно, за примерно 4-3 часа до начала мощной вспышки произошел дополнительный выброс. Выброс, как бы всплеск свободной магнитной энергии. Ну, как бы не потенциальной магнитной энергии, при этом потенциальная энергия практически не поменялась. И вот как раз вот свободная энергия, то есть разница между этими двумя энергиями, она показана вот здесь. И вот он, это как бы всплеск, выброс вот этой вот энергии, которая вот после вспышки начала падать примерно вот здесь. Даже она начала немножко до вспышки падать, но во время вспышки она падала и падала, то есть там шел такой процесс прикурсорный. Время вспышки показано красной линией вертикальной. Вот это просто как бы непосредственно наблюдение того, как энергия всплывал поток, происходило движение пятен и энергия как бы накапливалась, а потом сбрасывалась. Без деталей того непосредственно, как это происходило. Да, вот здесь вот я просто хотел проиллюстрировать один из механизмов того, как формируется магнитный жгут, о котором мы говорили. То есть вот сейчас я еще раз повторю, здесь показано, ну вот, это так называемый тетркатинг магнитное пересоединение, даже переводы его в лорусской литературе, по-моему, не существует. И вот он как бы иногда переводят как отрывание привязи или что-то вот такое. То есть я не знаю, обычно так и пишут тетркатинг. То есть это довольно распространенный сценарий. У нас что есть? У нас вот эта вот подложка, это фотосфера. И на ней показаны красным и синим вертикальные электрические токи. А вот черная, это нейтральная линия, то есть вот где БЗ равна нулю. Вот. И через нее переброшены две системы петель. Вот сейчас я сначала повторю. Вот они сначала более высокие и они перекрещенные. Вот они перекрещиваются вот примерно вот этой вот области. На самом деле, вот как бы здесь это проиллюстрировано. То есть вот они здесь перекрещиваются над нейтральной линией. И там так направлено магнитное поле в них, что если их как бы немножко сжать, то у вас здесь как раз сформируется стоковый слой, пересоединятся. И вот из двух маленьких структур, двух коротких структур, у вас образуется одна длинная большая структура. И это и будет магнитный жгут, потому что в нем, в него вброшен полоидальный магнитный поток. Соответственно, вот эта вот ситуация, она обычно не связана непосредственно с самой вспышкой. Эта ситуация связана с предвспышной ситуацией, когда мы готовим магнитный жгут, то есть когда в активной области готовится жгут для последующей эрукции, вот уже импульсной фазы вспышки. Вот этот процесс происходит, по всей видимости, как бы до начала вспышки, когда идут прекурсоры, когда идут предвестники вспышки. Потому что здесь как бы считается, что не так много энергии при таком процессе происходит. Но вот остается факт. Вот мы видели сначала, что у нас есть две системы петель. Потом вот в какой-то момент мы видим, что появляется большая длинная петля. Потом они как бы исчезают. Но это на самом деле связано с тем, что они как бы уходят из поля зрения, то есть они почти улетают. Но в нашем расчете, вот этот расчет, это магнит статика, это не МГД. Поэтому как бы здесь мы не можем видеть непосредственно улетание. Но как бы по факту оно там должно происходить. То есть это просто когда у нас вот формируется длинный жгут, и он поднимается наверх. А остаются внизу вот только силовые линии, такие как бы более схлопнутые, они как бы более прижатые к фотосфере. И как раз вот с этим, этим можно интерпретировать увеличение вот во время вспышки и перед вспышкой касательные компоненты магнитного поля. Это вот эффект, который как бы последние 10 лет активно обсуждается и наблюдается. Ну, теперь вот я перейду... Так, я прошу прощения, а сколько у меня еще времени? Я просто очень медленно по всей дистанции двигаюсь. А, хорошо, спасибо. Вот. Я не знаю. Нормально? Время не ограничено. Ну, спасибо. Так. Вот сейчас я хотел бы обсудить, как эрупция связана непосредственно со вспышкой или с пересоединением. То есть как бы, грубо говоря, пересоединение, в скобочках подразумеваем, вспышка. Ну, это как бы не совсем правильно, но то есть как бы некое вспышное энерговыделение. Потому что как бы обычно все-таки люди вот разносят процесс эрупции, там выброса и вспышку. Считается, что это как бы два разных процесса. Вот, на самом деле, вот эта модель, она их очень хорошо вместе объединяет, как бы женит между собой. То есть вот, во-первых, как бы логика какая? Вот из-за моделей неустойчивых магнитных жгутов, которые много считались, вот максимальное ускорение при подъеме жгутов, то есть при эрупциях, без пересоединения, оно примерно одна десятая километра в секунду в квадрате. Это вот такие максимальные ускорения там достигаются при разумных параметрах магнитных полей. Вот. А при наблюдениях мы часто видим, что, особенно в самых таких мощных событиях, импульсных, максимальное ускорение достигается порядка десяти километров в секунду в квадрат. То есть там на два порядка больше, как бы, чем в случаях, когда просто есть эрупция жгута без предполагаемого пересоединения. Ну, собственно, это как бы, примерно такие же вот ускорения достигаются, когда у нас идут эрупции филаментов вот вне, ну, где-то вне активных областях или на краях активных областей, вот таких, как бы, спокойных протуберанцев без мощных вспышек. То есть когда, как бы, процесс пересоединения подавленный или, как бы, ну, очень ослабленный. Вот. И просто суть здесь сводится к тому, что вот почему нам нужно пересоединение для, как бы, вот, для всего этого. То есть вот у нас в случае без пересоединения у нас сохраняется магнитный поток вот через контур, вот, как бы, описанный, вот, как бы, скажем, жгутом и фотосферой. Вот. Предполагаем, что у нас, вот, есть продольный ток, который, как бы, вот, в плоскости, перпендикулярной плоскости экрана. Вот. Соответственно, вот, у нас подъем идет, подъем жгута идет за счет силы Лоренца. То есть, как бы, там, ЖИК РОСБ. Вот. Соответственно, вот, при растяжении филамента у нас индивидуально, индуктивность вот этой структуры, она падает, в смысле, она пропорциональна, как бы, периметру контура вот этого вот. Соответственно, при росте у нас индуктивность растет, но если у нас поток вот постоянный, как здесь написано слева, поток постоянен, как бы, без пересоединения, то у нас тогда, как бы, ток должен падать, как один на С. Электрический ток должен падать. Вот. Соответственно, как бы, если у нас электрический ток падает, то у нас падает и сила Лоренца быстро, начинает быстро падать. При этом у нас еще как бы вот G-CrossBase, у нас еще и B падает тоже при подъеме, там расширяется по всей видимости. Вот. Соответственно, вот просто это такая простая логика, которая как бы говорит, что нам надо пересоединение, чтобы было, чтобы достичь вот больших ускорений, которые действительно наблюдаются. Ну, и, соответственно, вот что здесь делать? Да, если просто еще по поводу оценок, какие достигаются максимально, вот просто чисто маленькие такие простые формулы, вот слева снизу написаны. То есть вот если посчитать, что вся энергия магнитного поля переносится только в кинетическую энергию коронального выброса массы, ну вот выброса, то вот скорость, оценка на скорость максимальную вот такого выброса, она ограничена альфеновской скоростью вот в этой области локальной. Вот. Это как бы вот просто первое ограничение, которое как бы достигается. Другое ограничение еще достигается на максимальное ускорение КВМ, которое такое пальцевая оценка, то есть просто записывается сила Лоренца, и дальше просто по порядку величины делается оценка, и вот вот она с самого... Вот такая вот оценка, то есть здесь вот альфеновская скорость в квадрате, поделенная на 2L. 2L – это характерный размер, ну, диполя, вот условно. То есть как бы, грубо говоря, показано, что чем меньше диполь, тем меньше диполь, в принципе, у нас может достичь больше максимального ускорения. Но это как бы может быть так оно и есть, когда у нас вот импульсные такие маленькие КВМы вырываются из маленьких таких точечек, потом они очень сильно могут ускоряться. Ну и, понятно, что завязано все это на альфеновскую скорость в квадрате, то есть сильно зависит... Ускорение зависит от магнитного поля. Вот, ну ладно. По поводу... Теперь дальше логика по поводу пересоединения. То есть вот если вот теперь мы предполагаем, что у нас как бы пересоединение есть, вот эта вот формула переписывается, грубо говоря, вот с такой добавкой, то есть вот ΔF – это вот как раз вот пересоединенный магнитный поток. Вот. И вот как раз вот скорость изменения пересоединенного потока, вот ΔF – ДТ, она завязана на вот втекающей, втекающей потоке плазмы с магнитным полем, вот в область пересоединения, то есть, грубо говоря, В на В. И это же есть электрическое поле, индукционное, которое происходит, ну, формируется вот здесь вот в области пересоединения. Вот. То есть как раз здесь, здесь же, кстати, если вот... Я говорю, что я не буду про ускорение чтист говорить, но вот просто вот как бы на пальцах делается оценка, какие, ну, грубая очень оценка, какие электрические поля и каких энергий могут чтиться набрать здесь, просто вот на этом поле. То есть вот берем, что втекающий поток у нас, допустим, одна десятая от альфеновской скорости, то есть там, скажем, вот 100 км в секунду, ну, может быть, там поменьше немножко взять. Вот магнитное поле в короне, допустим, берем 100 гаусс в активной области. Тогда мы получаем, что вот у нас тут электрическое поле, вот 10,3 вольт на метр. Вот такое вот. Вот такое, как характерная величина, но она может быть меньше, там, может быть, по порядку, там, 10, там, 100, допустим, 100. То есть, соответственно, вот чтобы частица там ускорится до килоэлектрон вольта, ну, достаточно одного метра, да, там. Соответственно, вот то, что я говорил, там частицы ускоряются до гэвов, там, ну, вот сколько нужно, чтобы там набрать 10,9? То есть надо 10,6 метров. 10,6 метров – это тысяча километров, да? Тысяча километров. Тысяча километров – это мало. То есть это у нас в активной области это порядка, там, несколько десятков тысяч километров. То есть вот, вот, как бы, в принципе, вот если все, все, как бы, примитивно, то вот вообще проблема, как бы, ускорение частицы, она сводится вот к этому во время вспышек, да? Но, понятно, там всякие другие есть проблемы, в общем-то, что, которые осложняют такой, как бы, просто вот процесс прямого ускорения на электрическом поле. Я не хотел бы этот вопрос сейчас обсуждать, там, это отдельная тематика. Ну, вот. Ну, собственно, просто вот я этим рисунком простым хотел слайдом показать, что вот если завязывать вспышку и эрупцию вот через эту модель, то нам нужно как раз вот пересоединение под эруптирующим жгутом. И этот процесс действительно и происходит. Вот дальше просто подтверждение наблюдательное этой теории. Вот просто что делается? Мы смотрим, мы вот, да, я еще забыл сказать, что вот этот вот темп пересоединения, вот это ВС на ВС в короне, оно, в принципе, как бы, грубо говоря, равно вот тому же самое, только вот В, В, В вот это вот, на В вот это вот, то есть, которое на фотосфере и которое мы наблюдаем В как расхождение вспышечных лент, вспышечных лент, о котором я вот уже говорил. То есть, когда у нас пересоединение прогрессирует вот в этой плотности, вот вертикально вверх, у нас при этом расходятся силовые линии вот здесь вот, то есть, как бы, пересоединенные концы силовых линий. Вот. Это, 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 это параметр, который вытаскивается из наблюдений по скорости расхождения лент относительно, относительно нейтральной линии. Вот эта скорость там примерно там, ну, обычно это десятки метров в секунду во время вспышки. В, В мы, В, В, В на фотосфере мы меряем, да. Соответственно, вот, зная это, мы можем оценить изменение, как бы, темп магнитного пересоединения. И, соответственно, электрическое поле. Вот. Как бы, предполагая, что, как бы, электрическое поле, это ускоренные частицы, да, вот что можно делать. Измеряем, измеряем жесткий рентген, а дальше мы измеряем скорость, ну, измеряем скорость выброса в короне, допустим, там, в ультрафиолете или в оптике. Там, сначала мы измеряем, как бы, изменение его высоты от времени, после этого, как бы, пересчитываем на скорость, после этого пересчитываем на ускорение. Вот, получаем ускорение. Вот, вот оно здесь, допустим, для одного, для одной вспышки показано. Вот, показан пик, пик ускорения филамента. Ну, вы, там, протуберанца. Вот здесь вот такой печок. Вот. И это вот, жирные вот этой вот линии показаны. А вот, вот, вот этой вот тонкой линии, тонкой линии, как раз показано пересоединяющееся пересоединяющееся, ну, электрическое поле в области пересоединения, посчитанное вот этим образом, каким я сказал. И вот видно, что есть хорошая корреляция. То есть, вот, по крайней мере, пик. Тут вначале считать мы не могли, ну, не мы, а вот авторы вот этой работы. Ну, мы тоже такие работы делали. То есть, вот, вот, пик, пик ускорения протуберанца соответствует пику электрического поля. То есть, это вот, как бы, наглядно показывает, как раз вот, что вот эта вот связь, которая здесь обсуждалась вот на пальцах, она, в принципе, работает. Да, это не во всех вспышках происходит, но вот во многих вспышках это так. Соответственно, есть еще, и это, как бы, хороший наблюдательный довод в пользу того, что эта теория работает для двухлеточных вспышек. Соответственно, есть еще большое количество доводов, полученных различными исследователями. Вот этот вот список далеко не полный перечислен. Я просто коротко скажу, перечислю какие-то дополнительные доводы о том, что вот есть непосредственная связь, синхронизация между вот ускорением выброса и энергоыделением во вспышке. Вот первое, есть синхронизация роста производной мягкого рентгена и ускорение выброса. При этом, как вот, часто начало подъема выброса, оно происходит раньше, чем начинается вспышка. Это как раз говорит о том, что у нас вот все-таки сначала идет выброс, который вот делает этот токовый слой и происходит основная вспышка. Но, конечно, некоторые предвестники как раз они могли еще начинаться до того, как начинал происходить выброс. Это как бы вот как раз, что здесь яйцо, что курица, это вопрос, который как бы в каком смысле может быть даже смысла не имеет, потому что как бы вот такой сценарий он все объясняет. Вот. Потом дальше вот смотрите, что есть еще. Какой дополнительный довод. Пик, пик ускорения выброса, он находится обычно в наблюдениях в окрестности плюс-минус пять минут относительно пика вот производной мягкого рентгена во вспышке и пика жесткого рентгенского излучения. Ну вот здесь вот, например, показывает пример. Вот черный это вот профиль ускорения выброса, а красный это жесткий рентген. Вот. То есть это вот как раз показывает то, что есть связь. Дальше, что есть? Еще есть много массовых параметров, которые получены ну как бы из статистического исследования. То есть вот есть корреляция жесткости спектра не тепловых электронов и ускорение выброса. Вот, например, это вот показано вот здесь. Ну это, правда, соговорка, что это для импульсных событий, то есть быстрых. Вот. То есть у нас видно, что чем больше максимальное ускорение, чем более жесткий спектр частиц. Дельта, это спектр наклона частиц. То есть чем меньше, тем у нас более жесткий по логике спектр, тем больше энергичных частиц. Вот и видно, что вот здесь как бы антикорреляция, то есть пик, ну чем больше ускорение, тем более жесткий спектр. Коэффициент корреляции там 0,6. Вот. А дальше что еще есть? Есть, например, корреляция максимальной скорости выброса интегрального потока жесткого рентгена. Это вот показано вот здесь. То есть чем более максимальную скорость у нас выброс приобретает, тем у нас было, как бы, наблюдаем больше, больше ускоренных частиц. То есть, не прямая, но связь. Вот. Ну, там еще, например, можно отметить, есть корреляция скорости выброса и пикового потока жесткого, пикового потока мягкого рентгена, а также пика темпа пересоединения. Об этом я уже говорил. То есть тут вот эта вся статистика, она очень многочисленная, ее, как бы, обсуждать долго не надо. Просто вот реально много работ наблюдательных, показывающих вот непосредственно вот такую связь между выбросами. Ага, да. Вскорение что-то, это по ласкам считается? Оно считается, включая ласка тоже. Ну, то есть это экспериментальный. Да, это эксперимент. Да. Обычно даже делается более сложно. На ласку у него ограничено поле зрения, да? Есть там внутренняя область, которая не видна, да? Искусственной луной ограничена, да? Внутри все наблюдается в ультрафиолете, да? Там, например, там СДО или там на том же самом СОХО, там ИЭТИ и так далее, там проба. Вот. Там сначала смотрят протуберанец в ультрафиолете, как летит. Ну, если иногда там смотрят в Ашальфе, да? А потом, когда он попадает в поле зрения ласка, начинается уже наблюдать его в белом свете. Да. Она, это на самом деле, как бы, искусство. Потому что, потому что там проблема в чем? В том, что, что мы меряем? Мы меряем, вот берем какое-то направление, да? И смотрим, вот как изменение фронта, радиального фронта, да? Вот. Мы просто получаем H от T, да? H от T. После этого надо получить V от T, да? А потом еще надо вторую производную взять, получить А от T, да? Соответственно, каждый раз процесс брать, ну, дифференцирования численного там, да, какого-то, вводит свою большую ошибку. Потому что мы там делим, как бы, одно там на другое, да? Там у нас и дельта T не фиксировано, и дельта R, оно как бы там с погрешностью определяется. То есть у нас, как бы, двойная ошибка получается. Это вот, как бы, некая кухня, которая сама в себе, и там есть несколько способов специфических, которые делают. Вот. Ну, это, да. Да. Да, это, конечно, в картинной плоскости, да. Ну, да. Но люди пытались это делать и в трехмерии, когда вот были еще стереоскопические наблюдения. Но это, по-моему, там какое-то буквально единичное количество. Да. Вот. Ну, давайте, ладно, чтобы дальше... Тут я не буду больше на этом остановиться. Я просто хотел еще отметить, что вот, конечно, много очень наблюдательных фактов, которые показывают связь и даже количественную связь. Но еще, конечно, много тут проблем остается. Вот, вот, вот. А, вот как раз то, о чем я хотел сказать. Ира, смотри, какие ошибки. Это один из методов. Иногда ошибки, конечно, меньше. Вот, вот, наверное, плохо видно. Это что-то желтое-желтое. Вот, вот это вот, это профиль как раз вот ускорение выброса. Видишь, вот вот есть печок, да, колпак, колпак, да? Колпак. Но смотри, какие ошибки. Вот. Часто эти ошибки, конечно, бывают меньше, но здесь они настолько большие, что вот можно, как бы, подозрение, можно и прямую провести. Ну, есть тренд, да, там, как бы, конечно. Вот. Да. И, например, что вот, например, интересно. Когда я говорил, как бы, когда у нас есть там, например, один пик жесткого рентгена и корреляция хорошая, пик ускорения выброса и один пик жесткого рентгена. А вот, например, здесь показывают случай, когда у нас много пиков жесткого рентгена, когда длительная вспышка идет, да? И вот где здесь, как бы, пик жесткого рентгена? То есть, вот пик, вот, 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 пик, вот, пик. То есть, как бы, опять же, есть некий тренд, можно усреднить, сглавить, будет какой-то общий, да? Но. Я прошу прощения, когда вам звонят попросту, ты либо повторяй, либо вызывайте завоющихся. А, извините. Да, извините. Так, надо, ну, проехали, да? Ну, в общем, я хотел здесь сказать, что здесь еще есть масса того, чего нужно делать, и далеко не, вот, далеко не для всех событий есть такая связь хорошая, установленная. Вот, возможно, есть только, как бы, специфический класс вспышек, для которых это хорошо работает, для других вспышек это работает хуже. Здесь надо продолжать, конечно, разбираться. Вот. Ладно. Теперь вот пример. Очень красивый пример недавнего сравнения наблюдений и моделирования. Это вот группа из Нью-Джерси делала. Вот бралась такая бралась аналитическая модель вот катастрофической катастрофы магнитного жгута. Вот. Это было аналитически посчитано. Вот она здесь, грубо говоря, показана эта модель. Линненфоркс. Вот. То есть вот у нас здесь жгут, потом у нас схлопывается магнитный диполь, и этот жгут перепрыгивает в новое равновесное состояние. При этом у него там токовый слой возникает. Вот как бы с учетом там пересоединения, как бы вот все это рассчитывается. Вот. Вот слева показаны вот тут совсем слева это вот как раз вот эта вот модель показана. Силовой линии этой модели вот в разрезе. А вот вот этим серым показаны реальные наблюдения в ультрафиолете. То есть вот там, где ярко, это вот там как бы петли, а там, где темно, это вот как раз вот ну вот плазмоид. То есть как бы сечение сечение протуберанца. Вот видно, что, во-первых, как бы очень хорошее, как бы удалось получить просто вот подбором параметров в соответствии наблюдаемого наблюдаемого вот как бы на солнце реального выброса. И вот с конфигурацией магнитного поля. А дальше у них были детальные спектральные наблюдения микроволнового излучения. Вот 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 здесь вот в области КАСПа. В области КАСПа. И вот из модели они получили профили вот синим и красным показаны две модели. То есть вот модель аналитическая синяя, красная это вот из численного МГВ-расчета. Видно, что синий и красный, во-первых, очень хорошо совпадают. А вот черная это вот профиль, да, что показано? Это профиль модуля магнитного поля с высотой вот как бы вот в этой вот области. И вот показано, что вот точки черные магнитного поля посчитанного в короне из микроволнового излучения, то есть это геросинхротрон ускоренных частиц. То есть это да, все знают, что как бы в короне поле измерять очень сложно, да, в основном на фотосфере. А это вот один из способов, который сейчас активно развивается, как микроволновая диагностика, да. Соответственно, вот они это получили. И очень как бы здорово совпало как раз вот с моделью, с профилем хода магнитного поля с моделью. Здесь еще вот интересно отметить, как вот токовый слой сформировался вот этот ток, ток показан вот в током слое. И еще вот можно отметить, например, что вот как есть среди некоal спектр ускоренных частиц. То есть вот что отмечается, что в током слое здесь вот энергия, энергия здесь вот она в мегалитронвольтах и здесь вот до одного мэва с копейками. Это вот как раз геросинхротрон ускоренных частиц с энергией несколько сот КЭФ. Показано, что как раз вот в области токового слоя частиц относительно мало. Видите, вот у нас узкий профиль, то есть частицы в основном до относительно малых энергий, их не так много. А вот здесь потом в области КАСПа частицы с большей энергией, их больше. Более яркая ситуация. Вот здесь показано отношение, по-моему... А, или я забыл. Ну, короче, вот здесь дополнительно показано это еще количественно. То есть вот просто это важный момент. Речь идет о том, что ускоренные электроны скоплены не в токовом слое, а скоплены вот в области КАСПа. Это вот важная тоже информация, которая должна приниматься в случае моделирования ускорения частиц. Но, поскольку я про это не говорю, я это упускаю. Вот. Теперь я очень быстро хочу показать моделирование 2,5 мерное. То есть это когда у нас все трансляционная симметрия идет трансляционная симметрия в плоско-хипердикулярную экрану. То есть у нас как бы 2D, да? И как бы все там транслируется вот сюда вот. И эта модель разобралась с китайцами, с бельгийцами. Почему я... Это не единственная модель. Почему я ее отмечаю? Потому что я, когда был в Китае, я вот как раз довольно-таки активно взаимодействовал, общался вот с этим человеком, с этим китайцем, Ся Джу Джао. Вот. Вот он рассчитывал. То есть что он делал? У него был магнитный диполь. Он его сдвигал. То есть это тоже так же, как вот в той предыдущей модели Лины и Форбса. Сдвигают, и вот начинается происходить пересоединение под схлопывающимися силовыми линиями. И вот начинает формироваться филамент. То есть вот смотрите, вот здесь вот просто показано, чтобы объяснить. Время идет вот отсюда, сюда, вот слева направо, и потом как бы перебросивается сверху вниз, опять идет слева направо, снизу. И вот на левых, вот этих синего цвета полу, полу как в графиках, это показывает у нас распределение плотности плазмы, а от этого справа, этот розовый, это температура. И вот в какой-то момент у нас начинает появляться из хромосферы начинает как бы эвакуироваться холодное вещество, плотное, захватываться в магнитное поле, вот как бы в филамент, вот в полой, да, вот такой как бы в полость. То есть на самом деле это как бы магнитная левитация происходит. То есть плазма захватывается и как бы вот она подвешивается и держится на силовых линиях поля. Вот. Ну и дальше этот процесс развивается, этот вот увеличивается филамент, он растет, а вокруг возникает вот этот вот большой плазмоид, большой плазмоид. Вот. А дальше вот под этим всем делом идет пересоединение. Вот здесь вот показано оно. То есть вот показано, как формируется х-точка, токовый слой, и вот то есть вот где зелененький х, это в этот момент происходит там пересоединение. Видно, что вот вначале как раз только первое как бы вещество плазмоида, первое вещество филамента начало попадать из хромосферы в корону, вот пересенение происходило внизу, еще почти в хромосфере. А потом уже, когда там появился этот филамент, у нас уже пересенение начало происходить в короне вот на разных высотах, потом начинали вот образовываться такие вот магнитные острова с горячей плазмой там вот стекать вниз и так далее. То есть вот то, что происходит в этой стандартной модели. Причем вот эта х-точка, она все время там позицию свою меняла по времени, она там дребезжала с высотой. Вот. Ну, здесь показано примерно то же самое, только как бы плотность электрического тока показана. Вот. То есть вот опять же, вот видно, как здесь формируется токовый слой и как вот где располагается х-точка, как происходит динамика и вброс тока вот во всей вертикальной структуре. Вот. Собственно, ну, давайте из того, чего как бы здесь надо отметить, что вот, наверное, вот важно показать здесь много всего, но вот высота, вот давайте вот этот слева, высота, высота плазмоида, она сначала медленно-медленно-медленно поднималась, плавно поднималась, это как раз эта фаза вот такая медленного роста до эрупции, а потом, когда начало происходить вот здесь вот появление вот этих вот х-точек и пересоединения, опять мышка улетела, вот в этот вот момент, скачком, скачком произошло как бы подъем, как бы впрыск энергии как бы и резкий подъем. Это произошло из-за того, что скачком возросла сила Лоренца, о чем я вот так говорил. То есть вот здесь вот у нас сила Лоренца показана вот, наверное, не видно ничего, вот она показывает здесь голубым. То есть тут здесь показаны другие силы действуют магнитные жгуты. То есть здесь там сила давления, градиент давления, сила Лоренца, сила вязкого трения и там еще сила тяжести. Вот они здесь все показаны, но всегда сила Лоренца больше. И вот в этот момент она здесь как бы тоже скачком увеличивается, когда пересоединение идет. И у нас как раз вот это все дело резко вверх поднимается. Это как раз называется эрупция. Вот. Ну, тут тематика, давайте, наверное, я вот это упущу, это, наверное, вам неинтересно. Будет это детали, связанные с пульсациями и с модификацией, которую надо делать для этой модели, чтобы объяснить эти пульсации. Там сейчас масса работ на эту тему. Ну, неважно. Ну, давайте все, наверное, буду завершаться. Просто покажу три как раз вот трехмерных эффекта, которые, как бы, в принципе, этой моделью интерпретируются. Вот первый эффект связан с тем, что вот у нас есть во вспышках последовательности светского жесткого рентгена. Они происходят в разное время, в разных местах. То есть вот здесь вот разным цветом показаны разные пики жесткого рентгена во вспышке, а вот здесь вот показаны точки на разного цвета расположения жестких рентгенских источников в хромосфере, куда они высыпались. Вот они, видно, что разные пики происходили в разных местах. И если мы как бы сделаем трехмерную экстраполяцию магнитного поля бесилового, что мы увидим? Что у нас вот в области вот в этой вот между, то есть как раз линии, между этими источниками находится жгут магнитный, который был до вспышки. Вот он здесь вот показан. Вот видите, здесь такой белый такой червяк. Это вот перекрученные, вот скрученные силовые линии, белые. А вот силовые линии, которые, на которых, где высыпались ускоренные частицы, где были жесткие рентгеновские источники, они все опутывают вот этого вот белого червяка, то есть этот вид сверху, вот этот вид сбоку, они все опутывают этого червяка в виде вот магнитной арки. Магнитной арки. То есть как раз это просто показывает, что когда у нас во время вспышки вот этот жгут начал подниматься и взаимодействовать с этими силовыми линиями вышележащими и формировать этот токовый слой снизу, вот как раз в разных местах, в разное время происходили по всей видимости эпизоды пересоединения и частицы высыпались вот в разные силовые линии. Ну и соответственно мы их видим жесткие рентгеновские источники в разных местах. Это вот первый эффект, который по всей видимости в этой модели может интерпретироваться тем, что у нас жгут всплывает, эруптирует неоднородно, то есть у нас нету как бы такой стандарт красивой линии, которая режет одновременно ножом всю арку. У нас просто по всей видимости отдельные куски, отдельные участки всплывают с разной скоростью и пересоединения происходят в разных местах на разных силовых линиях. Вот. Это вот такой трехмерный эффект. Ну и еще парочка эффектов. Вот, например, то, что я говорил, в некоторых вспышках наблюдается, что вертикальные электрические токи в области нейтральной линии, вот они здесь показаны, то есть вот здесь вот показаны до вспышки электрические токи на фотосфере. Вот синяя это отрицательные, рыжие, красные это положительные. То есть вот здесь вот между нейтральной линией. Вот. А вот эта вот карта справа, это разница между до вспышки и после. То есть просто вычислить одно из другого. И вот эта как бы разностная карта показывает, что у нас вообще-то токи увеличились. Как бы казалось бы некое противоречие есть. Как бы вспышка происходит, да, а энергия сбрасывается, токи должны диссипировать, падать. А они как бы на самом деле зафиксируют, что они увеличились. Вот здесь вот показан временной ход. Вот они маленькие, потом бац, скачком увеличились. Вот. И как раз вот в трехмерной модификации этой модели это интерпретируется таким образом, что у нас вот здесь вот как бы ток просто, который в током слое течет по этому листу, он замыкается. То есть как бы когда у нас чисто двумерная ситуация, ему замкнуться некуда. А в реальной ситуации, в трехмерной, какая она и есть во вспышках, вот эти токи, они просто во время как бы пересоединения, они замыкаются на фотосферу и мы видим локальные увеличения их. При этом на самом деле как бы интегрально по больнице ток по всей видимости падает. И вот, например, вот если это мы говорим в области нейтральной линии, а теперь если мы рассмотрим область, где у нас были концы, вот футпойнты, вот как бы ножки вот этого магнитного жгута эруктивного, вот эти вот удаленные от нейтральной линии участки, крюки, вот их называют, вот в них наоборот ситуация наблюдалась такая, что во время эрукции, во время вспышки ток падал, то есть вот показаны вот эти две точечки, вот раз-два в подножиях, и вот в этих двух местах вот ток падал. Тут показывают плотность тока и полный ток, средняя плотность и полный ток. Вот они падали во время. Это говорит о том, что у нас действительно жгут расширяется, как можно показать, грубо говоря, в одном из приближений, что вертикальный ток, он обратно пропорционален длине жгута. Ну вот, собственно, такая интерпретация, что у нас при эрукции жгут поднимается, расширяется, удлиняется, вот, и ток падает. Вот. И это наблюдается. Вот. Ну и давайте, а, наверное, может быть, можно я еще последнюю тему затрону? Пять минут. Хорошо, да, я коротко. Теперь вот самая последняя тематика о максимальной энергии вспышки в рамках стандартной вот этой вот модели, трехмерной. То есть здесь я просто приведу результаты расчета. Это вот французская группа Ауланье, Димулан и так далее. Вот они рассматривали вот стандартную модель, дипольная конфигурация, пятна немножко вот эти вот два пятна смещаются подкручиваются, формируется магнитная аркада широм, она эруптирует, формирует токовое слое, пересоединение и так далее. Вот. И они получили некие скеллинговые соотношения в рамках своей модели. То есть они как бы все перевели в безразмерные единицы, а потом уже как бы назад можно перегнать как бы в нормальные физические единицы. И вот что важно, вот они показали там две формулы. формула для магнитного потока и формула для выделяемой энергии. Вот энергия, которая десипируется в области модели, вот в этом треомерном кубике. Вот. Собственно, и что они получили? Что вот можно посчитать, что вот у них выделялось 19% энергии вот этого магнитного диполя. Так, сейчас. Да, и при этом вот 95% этой выделенной энергии шло на вспышку, то есть как бы на все остальные виды энергии, которые вот мы обсуждали. И только лишь 5% шло на кинетическую энергию терминального обриса массы. Ну, это как момент, который надо обсуждать. Но факт есть так, что вот они получили формулу, с помощью которой можно, если предполагать, что в любых других вспышках эта модель работает, да, вот в двухленочных вспышках, то, зная информацию, всего два параметра нам нужно знать. Нам надо знать всего лишь максимальное BZ-компонент, то есть вот вертикальное поле максимальное в области диполя, то есть там как бы в тени пятна. И надо знать размеры дипольной конфигурации, то есть там расстояние между двумя пятнами. Вот. И тогда вот получается такая формула оценки энергии вспышки в рамках этой модели. Вот она такая вот. Соответственно, они, ну, вот тут, наверное, вообще ничего не видно. То есть вот они там показывают два графика, на которых вот показано по по вертикальной оси показан размер фотосферного диполя, по X-у показано максимальное фотосферное поле радиальное, то есть вот эти два параметра. Соответственно, вот показаны как бы кривые выделения энергии вот зависит от этих параметров. Соответственно, вот они прошерстили всю литературу за время наблюдения пятен на Солнце. И вот сделали две таких вот оценки. То есть вот одна, ну вот просто я покажу. Вот одна оценка у них получилась примерно 3,4 на 10,4 эргов. То есть это сколько у нас получается? 10,26 джоули, да? То есть это такая маленькая супер вспышка на Солнце. Вот она могла в принципе как бы реализоваться в случае, если вот максимальное поле 3500 гауссов и площадь вот этого дипольной конфигурации 6000 миллионных диска. Вот. Это как бы завышенная величина. Она уменьшается до вот там примерно 6 на 10,33 эрг. Если мы учитываем, что у нас во время во вспышку непосредственно вовлекается не вся площадь пятна, не все пятно, а только ее фракция, то есть вот ее только доля. И как бы стандартная такая характерная оценка, что из наблюдения она следует, что примерно от 10 до 30% площади пятен покрывается вспышкой. Тогда вот при тех же самых параметрах в том же вагонном поле вот эта вот энергия, она падает, максимальная оценка этой энергии до вот такой величины. если я не ошибаюсь, это я забыл, эта вот оценка была сделана для какой-то там суперактивной области, там вот по площади это была область, которая наблюдалась в апреле 1947 года, может быть, вот вы знаете, я просто вот, да, да, типа максимально возможное, а вот 3500, это вот как бы такое большое очень магнитное поле, вот, ну вот такие вот у них оценки получились. Ну, соответственно, вот здесь они еще показали, вот в масштабе какие должны быть пятна и при них какие энергии будут выделяться во вспышку, то есть чтобы выделить здесь 36 энергии, то есть это вот когда такая большая суперспышка на сусоподобных звездах, да, это вот должны быть вот такого вот размера пятничьи такие вот большие. Ну, вроде как бы там могут такие быть на звездах сложных типа, вот, и, а это последнее я сделал просто оценку ту же самую для самой мощной вспышки прошлого цикла 24-го, которая была в сентябре, 6-го сентября это была Х9-3. Вот для нее просто я взял все параметры, которые ну, как бы доступны и посчитал энергетику. И вот у меня получилось, что вот в случае, если я беру как бы вот всю площадь пятна, всю площадь диполя вот этого, хотя на самом деле не совсем диполь, но в принципе диполь, вот как бы получилось примерно 1,4 на 10-33-й эрго. Вот. А, так, сейчас, нет, согласно их модели, а, нет, да, вот, я извиняюсь, я запутался, я был загружен, я вот, это с помощью их модели посчитан, вот столько, если я как бы возьму только 30% пятен, у меня получится 2,2 на 10-32-й эрго. В принципе, вот неплохо. А взяв их модель, взяв реальную оценку энергоыделения во вспышке пересчитанную из потоков мягкого рентгенского излучения, ну, там, можно взять работы, где формула получена, вот у нас получается 1,6 на 10-32-й эрго. То есть вот, на самом деле, вот если как раз оценка, берущаяся по полному, по полной области, она слишком завышена на порядок величины. А вот если как раз мы опять же возьмем это 30%, что делалось раньше, мы как раз получим более-менее близкую величину, там, 2,2 на 10-32-й, а тут 1,6. То есть вот такая вот энергия была вот самая большая, выделенная вот примерно, наверное, вот в самой большой вспышке прошлого цикла. Ну, как бы, да, нормальная энергия, большая, хорошая. Вот. И здесь вот показан пример трехмерного МГД-моделирования вот этой вот активной области китайцами сделанной, как раз показывающая, что у нас тоже, действительно там была, реализовалась примерно такая как раз ситуация. Это, эта модель сделана на основе реальных данных, то есть как бы закладывались все наблюдения в модель, вся магнитная конфигурация и все прочее, и дальше как бы пускался численный код. Вот у нас как бы происходил такое вот образование вот этого бублика, выброса, под ним токовое сло, и все процессы происходили. И, что немаловажно, происходил вот этот вот процесс, вначале происходил процесс вот этого тетеркатинга для формирования магнитного жгута, который я показывал, что это действительно, по всей видимости, один из основных процессов формирования жгута. Вот, ну все, я извиняюсь, что задержался, очень вас задержал. Выводы не надо, давайте скажу. вот, выводы такие. Стандартная, вот, CSHKP модель, она позволяет на качественном уровне и даже на количественном интерпретировать большое количество проявлений двухленточных эруктивных солнечных вспышек. вот, но модель на данный момент разработана только частично и по существу как бы еще нету ее самосогласованного вида, которая одновременно описывает всю микрофизику и макрофизику вот, на всех масштабах. вот, соответственно, открытыми вопросами остаются, ну, для этой модели, ну, в принципе, для солнечных вспышек. это вот модель определения начальной конфигурации поля, потому что она всегда разная. Потом модель непосредственно конкретного триггера начала эрупции пересоединения. Потом тонкости трехмерного момента пересоединения, ну, и завязка на ускоренной частице. Это все, как бы, открытые вопросы, которые еще не решены. Ну, и, собственно, в последние годы у нас наблюдается такое довольно-таки бурное развитие трехмерного ГД вычисления в рамках вот этой стандартной модели, которая показывает уже, что можно интерпретировать некие трехмерные эффекты, которые раньше либо не наблюдались, либо точно не были интерпретированы. И даже сейчас, вот как я на последнем слайде показал, начинается уже с помощью этой модели начинается уже моделирование реальных вспышек с реальной конфигурацией магнитного поля, но не в реальном времени. Самое важное, что не в реальном времени. То есть, это моделирование, которое делается долго после того, как все данные получены, и пока ни о каком физически обоснованном реалистическом моделировании и предсказании грядущей вспышки на основе физики его еще пока нет. Со мной, может быть, поспорили бы подгорные, но мы не будем. Все, спасибо большое за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, нужно будет. Пожалуйста, помогите. Простой вопрос. Спасибо за очень интересный доклад. Вы показывали токи до вспышки, после вспышки. Как можно увидеть конкретно токи? Вы же видите магнитное поле, направление силовой клинья, а токи? Их же надо как-то детектировать? По каким признакам? Уравнение Максвелла. То есть пересчитывается так, да? То есть просто пересчитывается G, ротор B. Из-за магниты, из параметров магнитного пола. Только так, пока что так. И второе. Сейчас много говорят о том, что Солнечная корона греется в основном микровспышкой. Вот эти результаты какое-нибудь приложение к этой идее имеют и подтверждают они ее или нет. То есть альвеновские волны вроде бы там уже отвергаются, в основном микровспышки. То есть огромное количество микровспышек. Ну вот Маин Михайлович, скажите вы, Игорь Негода. Да. Общий ответ все-таки энергии недостаточно. Чем меньше масштаб уходит, тем вроде бы больше накапливают энергии, но все равно ее пока недостаточно. То есть окончательно нельзя принимать за механизм нагрева. Да, ну и по всей видимости многие микровспышки, они не такой моделью должны объясняться. Это все-таки модель специфическая. Я просто тогда извините, хочу сказать действительно, вот мы хотели увидеть стандартную модель. То есть вот как элементарный процессор развивается. А потом как это в реальности может быть. Это мы видим и на примерах звездных вспышек, где такие детали не видны, но видны некие процессы, которые отличаются. То есть вот тот же эффект Нойперта при заполнении горячей плазмы петель после испарения хромосферы и энерговыделения оно у некоторых звезд есть, у некоторых оно то есть, то нет, а у некоторых вовсе нет. То есть вспышка может происходить либо в одной активной области, либо в комплексе активности. И это все видно в кривых блесках этих вспышек, которые в общем получаются с трудом и в оптике они малоизучены. Но вот Солнце нам дает возможность представить себе разные варианты этого, где действительно есть помимо импульсных событий в компактных областях событий есть длительные вспышечные явления, когда действительно с развитием и корональных выбросов массы и типа голота, что вы рассказывали. И это бывает можно найти в некоторых примерах звездных вспышек. Поэтому собственно вопросы интереснее. Я вот осознал, что наверное я сделал доклад немножко не тот, который от меня ожидали. Я теперь просто понимаю, что я здесь больше концентрируется на аспектах глобальной структуры, МГД, а по повседневности хотели больше услышать про именно гидродинамические модели, МГД именно связанные с динамикой плазмы, заполняющей петли, и вот то, как формируются хромосферные источники, ленты, сами вот эти процессы гидродинамики и излучения. То есть это на самом деле отдельная большая тематика. Я наверное ее надо отдельно слышать, потому что этого никто в общем виде нам в данный момент представить просто не в состоянии, насколько я понимаю. Так что если есть вопросы, Так, сейчас, секунду, из зала вопрос. Пожалуйста, войдитесь, подойдите сюда. Вы в своем докладе делали большой акцент на то, что стандартная модель позволяет самосогласованным образом описывать и вспышку, и корональный выброс массы. Но вот сейчас как бы такое много разговоров идет о том, что часто бывают корональные выбросы массы не ассоциированы со вспышками. Вот какая ваша точка зрения на эти события, что они требуют какой-то модификации стандартной модели или вообще какая-то уже другая модель для них нужна? Корональные движения... Это само собой. Я говорю про выбросы, которые не ассоциированы со вспышками. Я думаю, что вот случай, когда выброс идет почти без вспышки... То есть я бы так сказал, на мой взгляд, не бывает вообще выбросов без вспышного энерговыделения. Оно просто по всей видимости очень-очень слабое, подавленное и практически незаметное на фоне излучения всего Солнца. Вот. То есть как бы вот этот процесс, связанный с пересоединением под магнитным жгутом, он в таких случаях по всей видимости просто сильно подавлен, сильно слабый, потому что такие события происходят в слабых магнитных полях, где-то высоко, где вот этой энергии недостаточно, чтобы там нагреть много плазмы и ускорить много частиц, которые бы дали вот стандартный отклик вспышки. То есть возможно процесс в целом идет тот же самый. То есть как бы неустойчивость там жгута та же самая, вся конфигурация даже может быть та же самая. Возможно просто вот как это вот пересоединение, если оно там есть, оно слишком слабое и не играет какой-то сильной ключевой роли вот в этом процессе. Поэтому мы и вспышки-то не видим. То есть как бы у нас ничего не греется, ничего не... Ну что-то греется, да, должно по всей виду что-то греться, но очень мало. То есть на самом деле если вы поглядите вот как бы выбросы, которые как бы там ну не знаю, называется может быть стелс там, да, как бы или вот в которых нету вспышки. Если вот детально-детально копаться и копаться, копаться, вы все равно увидите, как в рентгене и в ультрафиолете, но они настолько слабые просто. По всей видимости, просто вот отклик очень слабый. Вот. Я думаю, что это просто из-за того, что как бы происходит где-то высоко в слабых полях, где вот роль пересоединения как бы мала. Вот. Спасибо. Это мое мнение, я не знаю, может быть неправо. Не совсем понятно вот ваше утверждение про маленькие уярчения. Вообще-то эти стелсы, они обычно идентифицируются не по уярчению, а наоборот под диммингом, под затемнением. Что там как бы виден-то наоборот как бы падение, яркость. Нет, правильно. Просто действительно, вот представьте себе, что у вас вот пошел крайний выброс массы с относительно большой высоты, как бы все равно какой-то объем плазмы он эвакуирует с собой, да? И у вас где-то как бы в целом вы увидите ослабление ультрафиолетового излучения под... То есть вы имеете какое-то излучение какое-то... Да, да, вы не увидите этого. Да, вот так. Спасибо. Есть ли еще вопросы в зале? Да, пожалуйста. Ну, да, я добавлю. Там, возможно, немножко другие какие-то конфигурации магнитного поля будут. Вот не такие вот дипольные, а может быть какие-то более сложные. Потому что у вас как бы филамент там в свободном солнце, он там более какой-то сложной конфигурации магнитного поля находится. Опять же, там где-то на границе с корональными дырой или там вот так вот. То есть не такая простая конфигурация, когда у вас просто жгут вложен в диполь. Там может быть другая конфигурация быть. Я, если честно, не занимался деталями, я не могу сказать. Ну, надо смотреть каждый раз на конкретную конфигурацию. Показывал график с свободной магнитной энергии и потенциальной. Они там то расходились, то как бы сходились. И там перед вспышкой как бы это расхождение увеличилось, а потом оно уменьшилось. То есть свободная энергия как-то потратилась, но при этом это было до вспышки. То есть это ну, что это было. Она может получается сбрасываться не только через какое-то вспышечное. Ой, да, да, извините, я проскочил. Вот, да. Сейчас, еще раз. Когда видео... Ты вот про вот это вот время говоришь, да? Да, вот прям на гиретофор. Вот над этим. Верхний. Вот здесь да, да, да. То есть ты решила, что вот здесь далеко перед вспышкой было большое дельта между вот... Да, оно сошло на нет. Вот перед вспышкой. И оно сошло на нет. Вот это хороший вопрос. Первое объяснение. Это излучало активную область не в виде больших вспышек, а в виде множества... Вот этот интервал, о котором ты говоришь, вот этот вот, это примерно, если я не ошибусь, это примерно вот здесь. Вот здесь. И, да, здесь показаны разные излучения в разных линиях ультрафиолета, ну, в разных каналах ультрафиолета. Вот. И здесь можно видеть, что из этой области, конкретно из этой области, не со всего Солнца, а с этой области. Вот. И здесь вот показано, что очень большая идет активность в этой области. То есть активность развивается, и в ней происходит множество маленьких вспышек, множество маленьких энерговыделений. То есть вот здесь происходил такой процесс одновременный и накапливание энергии, и его же сброс в виде разных процессов. И то есть он как раз, вот этот процесс провала, вот здесь минимальный, когда они сблизились, он как раз соответствует вот этому времени, вот примерно, где как раз у нас примерно такая квалификациональная ситуация произошла. То есть область, она накопила энергию, она ее там сбрасывала разными, но не в виде больших вспышек, а в виде множества маленьких. Потом вошла в пазу некого такого как бы квазер-равновесия, как бы, ну там, сбросила энергия. А потом у нас снова произошел вброс магнитной энергии там за счет всплытия потока и плюс движений. И вот уже вот этот дополнительный сброс обеспечил вот эту вспышку самую большую. То есть она была далеко не единственная, то есть здесь было много всего, но она вот как бы была как бы кульминацией развития этой умности. Не знаю, я ответил. Наверное, да. То есть можно сказать, что все зависит от того, есть ли какой-то кран, который там запрещает сброс резкий или не запрещает? Да. Да, то есть как бы у тебя есть как бы подвод энергии, есть и откопление чего-то. Ну понятно, спасибо. То есть это вот как раз интересный вопрос, почему у нас как бы энергия может сбрасываться вот таким как бы маленькими порциями, да, сначала много-много-много там маленьких вспышек, да, а потом в какой-то момент бахает, а большая вспышка, да. Вот это вот вопрос. Скорее все-таки тоже конфигурация. Да, все, наверное, завязано на поле. То есть вот если мы сформировали в итоге большую неравесную накопирование и откуда-то они ее сбросили, а можно много маленьких накапливать и быстро сбрасывать. Есть ли в сети вопросы, в зуме? Там человек 16, никто спросил? Да есть. Маша, Маша, САП просит слово Чертог и Мельников. Пожалуйста. Они подняли руки. Петр Юторович был первый. У меня совсем короткий вопрос. А разве потенциальная энергия магнитного поля не равна нулю? Юрий, извините, конец вопроса. А разве потенциальная энергия магнитного поля не равна нулю? Нулю. А, нулю? Да. А он сказал нулю? Да. А как она? Б квадрат на 8 пи на объем, как она может быть? Нет, нет, извините, извините. Я, наверное, оговорился. Значит, я, наверное, неправильно просто сказал. Не потенциальная энергия магнитного поля, а энергия потенциального магнитного поля. Вот, наверное, я просто не в виду это. Да, конечно. Вы удовлетворены, Виктор Федорович? Да, да, спасибо. Да, пожалуйста, Юрий Цап. А это был Юрий. Да, да, это был Юрий. Юрий? Да. Так, тогда я не вижу вас. Пожалуйста, задавайте вопрос представившись. Так, Мельников. А, все. Иван, вот ты упоминал, что есть процесс индукции электрического поля где-то в районе Каспа. Вот насколько активно сейчас развивается вот эта модель, вот это приближение, кроме вот той статьи Вржнака? Это очень интересный подход на самом деле. Там реально могут индуцироваться очень мощные электрические поля. Так вот, насколько активно это сейчас развивается? Ну, я не смогу точно ответить, насколько вот кто-кто и активно это делает. Сейчас, по-моему, акцент вот в ускорении частиц ушел на другие процессы. Вот на там схлопывание магнитных островов, на вот ускорение там вот в турбулентности вот в области этого Каспа, да? Вот. То есть, как бы, по-моему, вот как бы основные такие механизмы в последнее время обсуждаются. То есть, особенно вот эти макродвижения в районе Каспа никто не рассматривает, да? Которые могли бы генерировать мощнейшие электрические поля. Ну, вот вы же знаете вот эту работу Григория Флешмана с коллегами, да? Где они вот эту делали оценку там на электрическое поле, да? Это я, безусловно, знаю. Это, собственно, наблюдательная такая работа. А вот есть ли еще работы? Есть ли какие-то теоретические разработки, которые позволяли бы нам судить о возможности вот генерации вот этих электрических полей за счет эффектов пересоединения в районе Каспа? Я признаюсь, что вот за последнее время не встречал работ именно нацеленных вот на этот тип ускорения. Вот. Я так могу ответить. Я не уверен, но не могу отвечать, что... Может быть, вы тут мне поможете, да? Спасибо. Спасибо. Так. Илья Моисеевич. А, чертог. Ваш вопрос. Чертог. Не слышно, не слышно. Включи. Илья, включи микрофон. Извините. Еще раз спасибо за содержательный доклад. Вы справедливо подчеркивали несколько раз, что эта модель, стандартная модель вспышки, она относится именно к корруптивной вспышке. Да. И кроме этого, вы много раз употребляли такой термин – прекурсор. Вот, значит, есть еще одно понятие, которое не только понятие, а, значит, наблюдаемые вещи. Это импульсная фаза вспышки. Как, по вашему мнению, относятся вот импульсная фаза вспышки и стандартная модель? Вот, мне бы хотелось, если можно показать свой экран, там один рисунок. А, я тогда останавливаю. Сейчас я... Я тогда свое останавливаю. Ага. Так. Вот. Вы можете включать. А ему, наверное, право надо. Нет, нету идеи. Есть, есть. Ребята, попробуй. Включилось? Отлично. Да, да, да. Вот посмотрите на этот рисунок, где показаны разные вспышки мягкого рентгена. Значит, верхний ряд – это явные вспышки, которые подчиняются стандартной модели. А нижний ряд? Я забыл, кстати, сказать, что я вот называю для себя и считаю, что это правильно. Вот, значит, вот эту... Ну, эту часть вспышки, которую вы показывали, это не что иное, как постерубтивное энергоуделение или постерубтивная вспышка. Но наряду с вот этим, значит, верхним рядом есть нижний ряд. Вот такие вспышечки. Вот здесь тоже, значит, иксовая вспышка, как вот эта. А что вы можете сказать? Я-то могу сказать. Я просто хочу ваше мнение узнать. Ну, хорошо. Ну, да, то есть, вот, во-первых, я хотел бы так сказать. Было в свое время обсуждение, ну, я думаю, вы его знаете, что вообще вот этот термин постерубция, он вообще-то, ну, как бы не совсем корректен. То есть, грубо говоря, эрупция-то она еще продолжается, просто на больших высотах. Там КВМ уже улетел довольно-таки далеко, да? И вот эти вот петли, петли рентгеновские, которые как бы называются постерубтивными, да? Это вот, по-моему, сам Свестко писал, что неправильно их называть постерубтивными. Это обсуждение Швестки, но я хочу почерпнуть минуточку одну, что, значит, появление всего, что вы рассказывали, это следствие того, что произошла эрупция. Если бы эрупции не было, ничего бы этого не было. Ну, да, я согласен. То есть, во-первых, смотрите, можно что сказать. Эрупция, она может в какой-то момент остановиться. То есть, вот по какой-то причине, там, натяжение силовых линий, ну, наверное, одна из основных, там, гравитация, да? А подъем, эруптивный подъем этого жгута, он может довольно-таки быстро прекратиться. Вот. И вот, там, допустим, даже этот выброс не превратится в настоящий корональный выброс массы, видимый, там, допустим, в белом свете. А тогда у нас, как бы, в принципе, вот этот, при этом все равно токовый слой может успеть сформироваться под этим поднимающимся жгутом. Но просто этот процесс быстро затухнет, и, как бы, вот энерговыделение импульсное вот в этом токовом слой будет происходить там, ну, скажем, всего лишь несколько минут. То есть, это, как бы, произойдет вот конфаймент, например, да, выброс, то есть, как бы, сдерживание эрупции, да? Вот. Как бы, грубо говоря, на самом деле это все та же самая стандартная модель, и она может объяснить вот такие более короткие импульсные события вот таким процессом, как вариант, как вариант. Вот. Но я не исключаю, что вот эти вот события, которые вы показываете снизу, это вспышки вообще другого типа. Ну, они вот там, я имею в виду, там немножко процесс идет по-другому. То есть, там может быть совсем в другой конфигурации. Ну, например же, есть там случаи, когда не обязательно идет эрупция жгута, а, например, просто идет всплытие потоков, и, допустим, там одна петля наталкивается на другую, происходит такое импульсное событие там в квадрупольной системе, допустим, да? Вот. Как вариант. Там другие могут быть модели. Это Иван. Я все-таки начал с вопроса про импульсную фазу. Вы ее как в эту картину вписываете? Ну, вот смотрите, что такое, на мой взгляд, что такое импульсная фаза? Вот в импульсной фазе у нас активно идет пересоединение с ускорением, с инжекцией частиц. Вот. Вот эта импульсная фаза, ну, соответственно, там идет хромосферное испарение и взрывным образом как будто припрет поток мягкого рентгена. Вот. Вот эта импульсная фаза, она может быть длинной, а может быть короткой. Вот. Если эрупция идет долго в сложной конфигурации, то у нас вот импульсная фаза может быть растянута там на 10, на 20 минут, а может она произойти в виде, там, за одну минуту быстренько все выделится, пересоединение произошло и все схлопнулось, все затихло. Тогда не будет длинного хвоста и импульсная фаза будет короткой. Мне кажется, что вы вскользь сказали, в чем причина. Импульсная фаза и импульсные вспышки, которые показаны здесь внизу, это не что иное, как локальное пересоединение при взаимодействии и одиночных петель внизу. А когда мы имеем, ну я могу тут еще показать вот картинку, вот, а значит, вот это, значит, ЛДЕ, вспышка, ЛДЕ это и есть, значит, руптивная вспышка и спайк, вот. У них разные источники, спайк – это вот эта точечка, то есть это локальное выделение взаимодействия, так сказать, одиночных петель внизу. А вот, значит, ну вот это ЛДЕ, которое здесь показано, вот на этой стадии показано, не просто так. Это постерубтивная аркада. Вот, значит, тот элемент, значит, стандартной модели, про которую вы говорили. Разница в этом. Ну, у меня есть еще много всяких вопросов. Илья, наверное, сейчас это так подробно не стоит. Давай я тебя приглашаю на семинар, сделаем у нас в институте такое же дистанционное, где ты все это можешь рассказать. Я хотела предложить то же самое. Табасин, по существу этот семинар, он объединенный двух семинаров? Мы можем аналогично провести в Измиране. Нет, у меня проблемы с формой. Мне не хотелось бы такую дополнительную большую нагрузку брать. Спасибо за... Я больше сейчас не буду говорить, но хотелось бы, вы хотели об этом поговорить, но не поговорили про длительное гамма-излучение, с чем оно связано. Про ускорение протонов до больших энергий и так далее. Это все в этом аспекте. Ну да, да, я согласен. Ну, это немножко, наверное, заранее. Я думаю, нужно еще дополнительное время. Может быть, если публика пожелает, можно устроить отдельный какой-то семинар. Докладчиков найдем. Так, Маша, бери в руки свое управление и действуй. А вот еще пример. Еще один вопрос. Нет, это пример. Да, тоже красивый. А, это задание. Но это длинный. Ага. Да, спасибо. Спасибо большое. Хорошо, если вопросов в сети больше нет, в зуме, в зале вопросов я тоже не вижу. Маша, позволь мне буквально пару фраз сказать. Скажи, пожалуйста. Маша, значит, я приношу свои извинения, что в силу определенных, так сказать, личных обстоятельств я мог участвовать только дистанционно. Приношу опять же извинения за кабак, который произошел в начале семинара с рассылкой, но участвовало, насколько я понимаю, в конце концов удалось всех известить. Участвовало 17 человек, желающие, я правда не знаю как, но обратитесь к нам, мы это устроим. Можно посмотреть запись этого доклада, можно будет скачать. И на этом передаю назад управление Марии Михайловне. Прошу, спасибо. И, конечно, спасибо докладчику за очень-очень проработанный доклад. Запись будет, через один-два дня мы известим, где она будет, как она будет, все это будет выложено на нас. И поскольку бардак, о котором говорил Владимир Нухимович, это бардак астрономического общества, я приношу свои извинения, как сопредседатель астрономического общества, именно я за этот бардак и беру на себя ответственность. Знаете, как говорил Заратустра, только хаос рождает танцующую звезду. Так что, все нормально. Да, Владимир Нухимович, большое спасибо, что пригласили во время конференции «Плазма» в ИКИ сделать этот доклад. Спасибо, что дали возможность. И спасибо всем слушателям. Спасибо еще раз. Вам спасибо тоже.